Привет всем! Сегодня хотелось бы поговорить о налоговых вычетах, о социальных налоговых вычетах, как они обычно называются, на свое обучение, на обучение братьев и сестер, а также на обучение своих детей. Налоговая руководство ст. 219 – это материальная основная статья, по которой происходят вычеты на свое обучение и на обучение братьев и сестер, либо своих детей. Значит, по поводу предельной суммы, в которой размер вычета за свое обучение и который не превышается – это 120 тысяч рублей. Например, вы заплатили за свое обучение 150 тысяч рублей в год, и, соответственно, максимальная сумма учитывается 120 тысяч рублей. При условии, например, что у вас сумма заработка составляет за год 500 тысяч рублей. То есть, в этом году вы заплатили за обучение, соответственно, в этом году вы имеете право на налоговые вычеты. Итак, как я уже сказал, сумма 120 тысяч рублей максимальная, от которой вот эти 13% без учета суммы вычеты на, соответственно, детей, без учета суммы вычеты на братьев и сестер, эти 13% удерживаются и, соответственно, вам выплачиваются. То есть, не со 150 тысяч, ни для 200 тысяч рублей, ни для 250 тысяч рублей, если вы заплатили за обучение, а именно 120 тысяч рублей. Сумма, которую вы получите максимальную – это 15600 за, соответственно, на обучение. Поэтому, если вы полностью поступаете, вы можете поступать на второе выше, на третье выше и так далее. Но максимальная сумма, с которой будет держан и 13% и происходить в целом возврат – это 120 тысяч рублей. При условии, что, соответственно, сумма превысила эти 120 тысяч рублей обучения. То есть, если вы заплатили 150 тысяч, будет 120 тысяч. Если вы заплатили 80 тысяч, то, например, будет от 80 тысяч возврат у вас 13%, то есть, получается, там есть 400. И также необходимо подтвердить, что ваш, соответственно, доход за предыдущий год, что вы действительно работаете, официально трудоустроены, и, соответственно, работодатель удерживает вас на... Вот эта сумма 120 тысяч рублей является, она общая для всех вычетов, кроме обучения детей и, соответственно, братьев и сестер. То есть, она является для всех ваших обучений личных, она является максимальной. Кроме этого, расходы, ключи, которые считает необходимым сам многоплательщик, он уже, соответственно, решает сам, готовить декларацию. Размер вычета на детей, а также на братьев и сестер, составляет 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей – это тоже максимальная сумма. Здесь условия немножко отличаются, то есть, должна быть обязательно очная форма обучения, ребенок возраста не должен быть больше, чем 24 года, на вас должен быть оформлен договор, и, соответственно, на вас должны быть финансы. Кроме этого, вы также должны быть предоустроены и работать. И, соответственно, сумма, вот в пункте втором здесь все указано, что, в принципе, до 24 лет, и, соответственно, эта сумма до не более 50 тысяч рублей. Кроме этого, еще хотелось бы сказать, что вот это, соответственно, удержание получается от 50 тысяч, то есть, там где-то в районе, сколько у нас, 5, 6,5 тысяч рублей. 6,5 тысяч рублей – это за обучение каждого ребенка, либо братьев и сестер, то есть, можно это получить сумму. И также эта сумма, она общая для, опять же, вот эти 6,5 тысяч, она общая для каждого, то есть, для каждого ребенка, для каждого договора, то есть, она является общей 6,5 тысяч, то есть, является максимальным вычетом. То есть, если вы заплатили 70 тысяч, 55 тысяч, то будет возврат от 50 тысяч. По, значит, учреждению должна быть, естественно, лицензия учреждения, но не обязательно должна быть государственная, то есть, это может быть некоммерческое учреждение. Единственное, должно быть, естественно, лицензия от Миномера. Кроме этого, это могут быть, если про детей, это детские сады, ясли, платные сады, коммерческие сады, школы, центры образования, кружки какие-то и так далее, и так далее, автошколы, если это уже более старшие какие-то курсы иностранных языков, то есть, в принципе, это комплексный такой подход по каждому ребенку, и поэтому здесь уже зависит, в принципе, от вашего желания и от периода, когда вы оплачиваете. И, соответственно, по сумме, сумма все равно будет 50 тысяч. Я, как уже сказал, если это будет больше 50 тысяч, то все равно возврат будет от 13%, верно, но все равно только от 50 тысяч рублей. Если меньше, значит, соответственно, сумму вы будете указывать по договору меньше, например, если это какой-то кружок, например, 30 тысяч, то, соответственно, возврат будет от 13% от 30 тысяч. Обязательное условие, что вы должны быть трудоустроены И вот эта сумма возврата, она является общей для обоих родителей Такой есть тоже нюанс В принципе, все Если обучается за границей, где-то, какой-то период времени Вы тоже оплачиваете ее Тоже должен быть официальный договор, квитанции Пренебходим должен быть перевод у этого договора То есть он должен быть русско-английский, например И, соответственно, также до 24 лет И очная форма обучения То есть здесь также должно быть указано Дальше заполняете Значит, тот год, который вы заплатили Соответственно, вы имеете право за него в этом году подать декларацию на возврат Сроки по возвратам Например, если вы заплатили в 2010-2011-2013 году Вы уже не имеете права вернуть Можно вернуть за 2014-2015-2016 года Своё обучение То есть можно подать сейчас декларацию на рассмотрение И за 2014 год должны еще принять и вернуть То есть еще по срокам все нормально Вот такие вот Так что резюме такое Значит, 120 тысяч своё обучение Максимальная сумма, с которой возврат производится 50 тысяч на детей, с которой производится возврат И по формам Значит, по детям должна быть очная форма Должна быть не более 24 лет Договор должен быть на вас, квитанции на вас И вы должны работать Здесь, естественно, как-то своё обучение То же самое То есть вы, опять же, должны быть тогда устроены Платить То есть 13% работодателя должен заплатить На момент заключения договора И, соответственно, договор, квитанции Все должны быть оформлены на вас То есть вы должны всё это произвести оплату В принципе, наверное, всё по этому Именно по этому вопросу Какие-то будут еще пояснения Я расскажу в следующем видео В наших комментариях Какие-то будут у вас вопросы Пишите Обязательно обсудим Либо поясним, опять же, видео Если достаточно будет много вопросов Или что-то непонятно Дальше Какие-то нюансы Какие-то сложности Например, с возвратом Отказа и так далее Тоже пишите в комментариях Обсудим Всего доброго Желаю вам успехов Счастливо Пока